Уважаемые друзья, я начну свое видео с вопроса к вам. Да, именно к вам. Вот скажите, если бы вы надумали взять кредит на покупку автомобиля или жилья, или возможно для расширения своего бизнеса, под какой процент вам выдали бы этот кредит? 15, 20, 25 процентов? А вы знаете, что есть государства, где выдают кредит на 120 миллионов долларов на 20 лет под 0,1 процента? А вы знаете, какая это страна? Это Казахстан. Да-да, вы не ослышались, это Казахстан. У нас имеется такая программа, конечно, для самых-самых избранных. И вот им выдают сотни миллиардов тенге на 20 лет под 0,1 процента в тенге. Давайте посмотрим. Вот правительство постановляет за подписью Смаилова условия бюджетного кредитования и утверждает бюджетный кредит в сумме, внимание, 55 миллиардов тенге. Бюджетный кредит предоставляется заемщику в тенге сроком не более 20 лет по ставке вознаграждения, внимание, 0,1 процента. И погашение начнется аж с 2028 года. Я вам скажу, что это чистые воды коррупция. То есть для власти уже не нужно думать о схемах, как выводить эти деньги. Да просто постановлением правительства мы своим друзьям выдадим сотни миллиардов тенге под 0,1 процента на 20 лет. И все. Каждый здравомыслящий человек понимает, что через 20 лет в тенге возврат этой суммы он просто ничего не будет значить эти деньги. Зачем вы это делаете? Деньги должны работать здесь и сейчас. Тукаев же уже выступал, говорил, что не нужно относиться к бюджетным деньгам, как к своим собственным. Например, Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства. Правительству поручается перестроить деятельность Банка развития Казахстана. Остаются непрозрачными, неэффективными и процедуры предоставления мер государственной поддержки. Вот Банк развития Казахстана выдал полтора триллиона тенге буквально десяти лицам, самым приближенным родственникам и соратникам Назарбаева. Об этом писали в СМИ. Эти деньги получили Карат Сатбалы, Нурали Алиев, братья Нигматулины, Оскар Мамин, Нурлан Смогулов и другие. То есть эти 10 человек, если поделить на них, в среднем получили по 150 миллиардов тенге. Это баснословная сумма. Вдумайтесь только в эти цифры. Этих денег, полутора триллионов тенге пенсионных накоплений, хватило казахстанцам на покупку жилья и лечения. То есть сотни тысяч казахстанцев улучшили свое жилищное положение, свое здоровье на эти деньги. А мы тут 10 людям раздали. Полутора триллиона тенге необходимо для обновления медоборудования в Казахстане. То есть мы могли бы так вообще поднять ситуацию в медицине. И вообще полтора триллиона тенге это 3,5 миллиарда долларов США. Именно столько одна из самых крупнейших глобальных компаний Тесла заработала за весь год. А наши власти спокойно, будто сами заработали эти деньги, раздают своим родственникам, приближенным. Слушайте, если бы мы научились бюджетные деньги действительно тратить в нуждах экономики и народа, то мы бы давным-давно жили лучше, чем живут в Эмиратах. Необходимо тщательное расследование. Необходимо наказывать всех ответственных. Необходимо возвращать эти деньги и садить эти лица за решетку. Но давайте сейчас вернемся вот к тому кредиту 55 миллиардов тенге под 0,1% на 20 лет. Для того, чтобы понять, кому они предназначены. Кто у нас вот такие самые избранные. Читаем постановление. Эти деньги для реализации проекта по увеличению уровня локализации валок ведущих мостов грузовой техники. Единственный такой проект – это КАМАЗ «Этапнефть». В Кустанае ведется строительство литейного завода, а также предприятие по производству редукторов ведущих мостов. Сумма вложенных КАМАЗом инвестиций составила 2,5 миллиарда евро. Какие 2,5 миллиарда евро инвестиций? Кому вы рассказываете вообще? Эти деньги все сосут из нашего бюджета. Ведь кредитование бюджетное. И делают это все те же лица из правительства. Это премьер, заместитель и самый главный у нас в автопроме. Кстати, вот он на видео. Вы только подумайте, отливать мосты для КАМАЗов будем здесь, в Казахстане, а сами КАМАЗы производятся в России. Там и так без нас отливают эти мосты в России. Зачем и здесь их отливать, а потом везти туда, в Россию, платить за логистику? Это же вообще экономически нецелесообразно. Мы же все понимаем, что это в будущем будет убыточное, ненужное, лже-предприятие. Так зачем мы кладем такие заводы, которые будут тянуть нас вниз? И делаем это за счет бюджета, за счет налогоплательщиков. Это все еще те же Назарбаевские проекты. Именно он лоббировал эти проекты. А отвечает за это вот в ренте. Когда эти заводы встанут, я даю вам гарантию, потом не говорите, что мы вас не предупреждали. И вообще сейчас, должен услышать Тукаев, Смаилов, вы должны остановить выдачу этих денег. Потому что вы посмотрите, что в России останавливается весь автопром. Для чего мы строим этот завод? Нам не нужно сейчас вкладывать туда деньги. Мы бы можем их потратить с умом для работы в нашей экономике. Вот господин Склят на центральном телевидении сам признавался, что это экономически невыгодно и нецелесообразно. Если какое-либо наше предприятие захочет элементарно даже зеркало на КАМАЗ производить, это совершенно нерентабельно и невыгодно, потому что количество этих автомобилей не более тысячи. А с чего это вдруг сейчас стало выгодно отливать мосты для КАМАЗа? Господин Смаилов, вы просто сказочный премьер-министр. Сказочный премьер-министр. Я теперь точно убежден, что Смаилова надо снимать. Это тот же Мамин, только в профиль. Все они были заместителями Мамина. С чего мы вдруг надеемся, что они будут лучше, чем Мамин? Да они еще хуже. Я два года рассказывал о пагубной деятельности экс-премьера Оскара Мамина. Никто не слушал. Я весь 21-й год требовал его отставки, понимая пагубность вообще его действий. Никто не обращал внимания, пока не произошли эти события. Вот и сейчас я говорю, вот сейчас я понял, что это правительство во главе Смаилова, Скляра, Тужанова и остальных просто должны уйти в отставку.